Здравствуйте. Здравствуйте. Да, изображение есть. Видим вас. Звук. Меня слышно? Да, слышно вас. Ну, если бы было чуть погромче, да. Главный заместитель руководителя Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю Республики Хакасия, по готовке юстерсии Иванова Александровна Николаевича. По получению следственного управления Следственного комитета я готов выслушать ваши доводы. Соответственно, дело комитета принять задвиждущее решение. Савва Павлович. Здравствуйте. Меня зовут Дакинов Савва Павлович. Я заявитель был по данному факту. Да, мы написали несколько заявлений, да, и в ваш адрес, и в адрес Александра Ивановича. По поводу того, что 29 января 2020 года в сети интернет и на ютубе канал информационного агентства Хакасия, позже на различных интернет-ресурсах, опубликован видеоматериал выступления председателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашев Владимир Николаевич, в котором последний на заседании Верховного Совета Республики Хакасия высказал суждение о событиях военных лет, публично заявив, что якобы все мужское население калмыков воевало на стороне фашистов в составе кавалерийского добровольческого корпуса. И поэтому калмыки как народ, предатель, подлежали высылке в отдельные районы СССР. Кроме этого, господин Штыгашев в своем выступлении позволил себе высказывать о том, что якобы калмыки ударили в тыл Красной Армии, когда она истекала кровью под Сталинградом в 1942 году, а потом уничтожили свыше 200 тысяч мирных советских граждан на территории СССР. Сравнив калмыков с предательной Родиной, и это накануне празднуем нашей страной 75-й годовщину Победы Великой Отечественной Родины. Меня хорошо слышно? Я извиняюсь. Да, да, да. Указанное заявление господина Штыгашев по своей сути лживы, не отражает историческую действительность и основано на субъективном дефектном мнении данного гражданина. Реальная история нашей страны показывает, что большая часть калмыцкого народа в годы Великой Отечественной Войны воевала в боевых частях Красной Армии и партизанских соединениях. Мой дед, мой дед Аюшов Саран Пюрлеевич, участник Великой Отечественной Войны, воевал в 40-й гвардейской минометном полку, имел медаль за отвагу, медаль за оборону Москвы, Орден Отечественной Войны второй степени. Только в память о своем деде я был, как сказать, лично оскорблен такими высказываниями. Я запросил из Центрального архива Министерства обороны выписки из наградных листов, подтверждающие участие моего дедушки в Великой Отечественной Войне и полученные награды. В сети интернет на ресурсах Калмыкии онлайн имеется сведения о производстве исследований и анализа высказываний Штыгашева, автономной некоммерческой организации «Союз экспертов в контекст». Город Красноярск, зарегистрированный по улице Качинская, дом 64, дробь 9, офис 3-03. На основании договора с уважаемым депутатом Верховного Совета Республики Хакаси Энисимовым, ВС. Так, в своем заключении, К-329-Я от 10 февраля 2020 года, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение эксперта, кандидат филологических наук, Донцен Кипчатова А.В., имеющая стаж работы свыше 40 лет и стаж экспертной работы с 1992 года, приходит к выводам, что высказывания Штыгашева ВМ содержат лингвистические признаки унижения национального достоинства групп лиц, выявленных на основе принадлежности к этнической группе калмыки. В речи Штыгашева содержатся указания, доводы, свидетельствия об обоснованности, оправданности возбуждения национальной вражды и отношения этнической группы калмыков. Выводы данной экспертизы обоснованы и соответствуют реально отраженной сути публичных высказаний господина Штыгашева и его деструктивному поведению. В соответствии с этим, я лично считаю, что господин Штыгашев, используя свое должностное положение, выступая публично на заседании Верховного Совета Республики Харкасия в качестве председателя, оправдывая преступную депортацию народа в СССР, осознал, что своей лживой речью, грубо искажающей историческую действительность, выполняет действия, направленные на унижение в достоинство калмыцкого народа по признакам национальности, а также, несомненно, действуя умышленно. Штыгашев осознал, что высказание направлено на возбуждение ненависти, либо вражды народов, населяющих Россию в отношении калмыкам. На основании этого я просил вас, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Харкасия, по моему заявлению провести процессуальную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по ее результатам избудить уголовное дело и привить обвинение по пункту Б, ч. 2 ст. 282 УК РФ, УК РФ, председатель Верховного совета Республики Харкасия Штыгашев Владимира Николаевича в обязательном порядке провести комплексную психологическую, психиатрическую экспертизу господина Штыгашева Владимира Николаевича на предмет вменяемости последнего. После сбора доказательной базы ее предостаточно. Уголовное дело в отношении Штыгашева направить в прокуратуру и в суд. Но на мое заявление мы получили несколько отказов. Первый был от руководителя 5-го отдела контрольно-следственного управления, полковника юстиции Лебедева, от 20.03.2020 года, за номером 216-116-20, где он, я все заявление зачитывать не буду, мне просто сама формулировка в обосновании отказа, она, конечно, вызвала вопросы. Во-первых, здесь был указ, что установят, что 29.01 проведено некое лингвистическое исследование выступления Штыгашева. Установлено, что его негативная оценка событий прошлого не соотносится с современной действительностью и не содержит положительной оценки враждебных действий в отношении калмыков. В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, не является клеветой добросовестно, добросовестное заблуждение лица относительно распространяемых им сведений и его оценочных суждений. Асан Геннадьевич, у нас возникли ряд вопросов. Первое, тут не указано на основании какого лингвистического исследования, здесь ссылка на него дается. Потом, как можно сформулировать, что негативная оценка событий прошлого не соотносится с современной действительностью? То есть, то, что высказывали Штыгасову, что все мужское население калмыков воевало на стороне фашистов во время Великой Отечественной войны не оскорбляет нас, их потомков, допустим, в современной действительности? Это мы так можем понимать, вот эту формулировку в вашем отказе. И три, и тут нету ссылки в ответе, да, тут ссылается на позицию Верховного Суда Российской Федерации, то есть, тут не указано, какая позиция, и что за документ. Вот три вопроса, это касательно первого отказа. Ну, тут формулировки отказов, они практически идентичны были, за некоторыми исключениями. И, сославшись на данные формулировки, согласно части 2 ст. 140 УПК Российской Федерации, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. При изложенных обстоятельствах оснований для проведения процессуальной проверки не имеется. В случае, так, несогласия, там, в данном отеле, вы правили его обжаловать. Вот мы обжаловали, уже дошли до жалобы председателю Следственного комитета. Александр Геннадьевич, тут у нас еще один вопрос, да. Мы просили провести процессуальную проверку. Я так понимаю, нам в проверке было отказано проведение проверки, поскольку Главное следственное управление считает, что оснований нету, да, для возбуждения уголовного дела. Александр Геннадьевич. Вы знакомите, да? Да, разрешите. Я представлю, это адвокат, сонал. Адвокат Ачиров в интересах Дакинова. Регистрационный номер 77 дробь 14306 в реестре адвокатов города Москвы. Александр Геннадьевич, я также сейчас буду говорить в интересах Дакинова и от себя лично, потому что я также являюсь заявителем и в адрес Следственного управления по Республике Хакасия, и в адрес Главного следственного управления по Красноярскому краю Республику Хакасия, и в адрес председателя Следственного комитета. Я направлял групповое заявление коллективное в количестве 60 подписей в адрес председателя Следственного комитета Бастрюкина. Заявление, которое, ну, в итоге на нее отвечала СУ по Хакасии. Смотрите, Александр Геннадьевич, проведена экспертиза. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности. Это я говорю о заключении номер КАТ-329-Л, где эксперт предупрежден об уголовной ответственности. Говорит о том, что в высказанных Штыгашево имеются признаки унижения национального достоинства. Кроме того, мы считаем, что Штыгашев использовал свое служебное положение, поскольку данное высказание он допустил не в быту, а используя для этого заседание Верховного Совета Республики Хакасия. Тематика данного заседания не предусматривала обсуждение депортации народов. Кроме того, в соответствии с... Так, есть закон Российской Федерации РСФСР от 26.04.1991 года, номер 1107-1, о реабилитации репрессированных народов. Так вот, принудительная высылка из мест постоянного проживания этнических калмыков в 43-44 годах в районах Урала, Сибири и Средней Азии признана Российским парламентом как акт геноцида. И согласно статье 4 данного закона, не допускается агитация или пропаганда, проводимую с целью воспрепятственной реабилитации репрессированных народов. Указано в данном законе, что лица, совершающие подобные действия, а равноподстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном законопорядке. Более того, мы считаем, что в своих отписках СУ по Хакасии, и в том числе веренные вам под отчуждение, отсылается на проведенные логистические исследования и позицию Верховного Суда. Но вы, как юрист, должны понимать, что каждая позиция Верховного Суда, она выражается в каких-либо актах. То есть это либо постановление пленума, постановление Верховного Суда и так далее. И имеет номер, дату соответствующую. Так вот, в отписках идет речь о клевете. Но, если обратить внимание на наши заявления, то мы о клевете не пишем в адрес наш. Мы просим провести проверку процессуальную по 282-й статье. Соответственно, я изучил постановление плена Верховного Суда от 28.06.11 года, номер 11. Это судебная практика по уголовным делам ксеримистской направленности. Так вот, абзац 2 пункта 7 данного постановления говорит, что под действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, привержившихся той или иной религии. Если вы... Я вам рекомендую, Александр Георгиевич, прослушать лично вступление данного гражданина, который, кроме того, является должностным лицом субъекта Федерации и в том числе спецсубъектом, соответственно, мы просим провести проверку. В чем проблема? Провести проверку 144-145 и вынести решение. Опросить нас, опросить лицо, которое мы просим. Это Штагашев Владимир Николаевич. В чем проблема? Мы считаем, что наши права таким образом существенно нарушаются, поскольку мы оскорблены. Данное событие вызвало широчайший общественный резонанс в нашем регионе. Широчайший, Александр Георгиевич, широчайший резонанс. Изучив социальные сети, вы в этом убедитесь. Более того, кроме возмущения в социальных сетях, мы направляли массовые заявления в адрес Александра Ивановича. Поэтому просто все-таки проведите проверку. Проведите проверку. В этом плане, Александр Георгиевич, мы готовы идти до конца. Мы доберемся до приема Александра Ивановича. И все те доводы также будут высказаны. Все, закончим. Максимально письменно. Мое заявление похоже на обвинительное заключение. Ну, я слышал, как вы говорите, как юрист. То есть, вот эти все доводы, это уже будет не ранее. Гружный вами. Не раз. Или в моем заявлении. Все доводы письменно изложены. Я понимаю, что изначально было ваше обращение. И доводы вы излагали. А по следующему, противопоставление ответов, которые вам давались, что-то дополнительно вы документы, которые вы приводили, то же это. Нам, в принципе, на все наши заявления и жалобы был типичный ответ с одной формулировкой, которую я вам зачитал. Была ссылка на проведение лингвистического исследования выступления Штыгашева Владимира Николаевича, и в результате которого установили, что его негативная оценка событий прошлого не соотносится с современной действительностью и не содержит положительной оценки враждебных действий в отношении калмыков. И в соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации не является клеветой добросовестность суждения лица относительно распространяемых им сведений и оценивших суждений. Вот эта формулировка, она во всех ответах практически. Более того, Александр Георгиевич, смотрите, вам знакомо возбуждение уголовных дел в отношении нацистских солдат нацистской Германии, который возбудили в Ростовской области. Наверняка вы слышали резонанску. Да. Более того, если высказывание Штыгашева, а он сообщает о преступлениях в отношении воинов Красной Армии, он же говорит о том, что все калмыки воевали в фашистской Германии и что мы ударили, ну калмыки, наши предки, ударили в тыл Красной Армии под Сталинградом. Соответственно, тогда, получается, нужно провести проверку также по отношению его высказываний в отношении калмыков. Он заявляет, получается, о преступлении в своем высказывании. Более того, он в касках описывает преступление. Я вам процитирую его. Он говорит о том, что калмыки вырезали груди, отрезали груди у женщин. Вы вот послушайте уступление. Да, он в стенографии. Да, в ютубе есть. Это тем более не просто какой-то канал. Это выложено на официальном ютуб-канале информационного агентства Хакасси, который имеет следствие о регистрации в СМИ. Номер называть не буду, вы найдете спокойно. Статья в письменном виде была также в СМИ. Это издательский дом Шанс Хакасский. В заявлении тоже у нас есть. Мы указали все реквизиты этих СМИ. Соответственно, это попало в средства массовой информации. И вызвало довольно противоречивый комментарий. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.